Всем привет, ребят! С вами, как всегда, Корвид, и мы находимся в The Forest. Я давно хотел поиграть в The Forest, давно хотел его поснимать на канал. Я играл в The Forest вне записи где-то год-полтора года назад. Вот, играл лично так, чисто для себя. Вот, это был тот момент, когда еще в игре не было концовки. То есть, нашего сына мы спасти не могли. Поэтому, по сути, смысла играть в The Forest тогда не было. Сейчас же игра вышла в релиз, у игры есть концовка, даже, по-моему, их несколько. И теперь вот я готов пройти ее вместе с вами на канал. Если вам понравится, так же, как и мне, обязательно напишите об этом в комментах, обязательно поставьте лайк. Погнали, ребят, давайте начнем новую игру. Я выберу сложность нормально, потому что... Без врагов, не, ну это вообще как-то скучно. Выберу сложность нормально, потому что я хочу посмотреть именно на сюжет, на контент, а не бегать, не прятаться от... Так, что тут у нас? Сиди мы, сидит наш сыночек. Это что у тебя такое? Что это у тебя здесь такое? For Timmy, для Timmy. Какая-то книженция. А, это моя книжка по выживанию, которую я буду постоянно открывать и юзать. Я понял. Это там, где будет написано, сколько нужно палок для того, чтобы сделать палатку, сколько нужно палок для того, чтобы сделать костер. Всякое такое. Опа, нифига. Начинается, начинается, начинается. Timmy, сиди. Timmy. Timmy, все нормально, Timmy. Все хорошо. Не переживай, не переживай, по порядку. Не переживай. Оп, оп, оп. Тихо, тихо. А, кстати, падение самолета, по-моему, поменяли. Когда я играл, падение самолета было немного по-другому. Не, ну, явно было как-то по-другому. А вот это, по-моему, осталось по-старому, да? Тут стоит красный чувак. Вот такой вот аборигениус. Но он более-менее такой человечный. То есть у него более-менее здравое такое лицо, здравая походка, не как у всех остальных аборигенов, которых мы здесь будем встречать. Так, персонаж хочет есть, пить, рисуночки, все дела. Опа, женщина какая-то лежит. Слушайте, ребята, я ее не видел. То есть ее, видимо, ввели в каких-то последних, наверное, обновлениях. А может быть, я ее просто не помню. Так, кушаем, кушаем, кушаем. Газировка обязательно. Как же без них? Обязательно. Так, здесь у нас что? Бутылочки, бутылочки. Еще тоже еда. Все это дело захаваем. Я что-то взял, какой-то, по-моему... А, список пассажиров. Да, я взял список пассажиров. Лекарства. Лекарства тоже обязательно, обязательно. Здравствуй, мир! Здравствуй, Форест! Ну, все, как всегда, офигенно классно. В этом-то весь Форест. Так, ну что, ребят, давайте тогда лутаться. Давайте тогда открывать наши лутбоксы. Опа! Эть, мимо. Тихо. Эть! Да что такое-то? Розовый чемодан. Мне нравятся желтенькие больше, ребят. Напишите мне в комментах, какой цвет чемодана вам нравится больше. Я бы взял себе желтенький. Опа! Птица! Опа! Вот так, отлично, отлично. Всех три птицы просто долой. Просто минусовали сразу три птицы. Отлично. Будет нас какое-то первое мясо, чтобы пожарить. Так, палочки, палочки. Все это дело нам нужно собирать. Там огромное количество палок, камней. Ну, здесь, по-моему, можно максимально таскать только пять камушков. Вот. Сколько палок я не помню, к сожалению. Но камней, по-моему, только пять. Что-то как-то мало. Здесь валяется сундуков. Вам не кажется, ребят? По-моему, как-то мало. В прошлые разы, по-моему, было гораздо больше. А, вот еще валяются. А, во-во-во-во-во. Они просто все как-то спрятаны. Кто-то их спрятал, походу, да? Шоколадка. Вот этот мячик, он нафиг не нужен. Вот этот мячик, он нафиг... А, знаете, что я забыл, ребята? Я могу, интересно, сюда обратно вернуться? Ага, могу. Ее можно раздербанить. На это ж, на голову вот это вот все. Руки. Опа. Подожди, это что такое? Кожу снял с нее? А, одежда. О, и одежду снял с нее. Нифига себе. Я хотел ее расчленить, в итоге снял с нее одежду. А, она не расчленяется, походу. Ну, да. Она не расчленяется. Ну, ладненько. Погнали дальше. Тогда по нашим сундукенским. Вот здесь вот уже, да? Опа. Лутбокс. Какие-то странные звуки. Наверное, кажется. Так, ну, мы двигаться будем куда? Нам нужно, в первую очередь, найти, я считаю, корабль. Корабль. Там залутаться. И потом уже от него идти строить какую-нибудь маленькую базу. Да, то есть, что-то наподобие. То есть, ставить... Так, он там тоже, вижу, валяется. Опа. Это что такое было сейчас? То есть, ставить какую-то палатку... Ой, вот это вот озеро. Вот это вот озеро мне нравится. Вот это вот классное озеро. Я помню, ребят, когда я в первый раз играл в The Forest, я вот возле вот этого озера отстраивался на дереве. Было классно. Может быть, мы и сейчас, кстати, так же сделаем тоже. Почему бы и нет, да? Но отстроиться на дереве, в принципе, довольно неплохая идея, по-моему. Как мне кажется. Опа. Открываем, смотрим. Да, блин, очень много медикаментов. Мне их некуда взять. Но я сейчас посмотрю точно, здесь ли я отстраивался. Здесь должен быть водопад, короче, да? Да, 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 да. Вот здесь я отстраивался в первый раз. Вот, тут, в принципе, много и жирности всякой, да? Есть вот такое вот озерцо, где можно помыться, если, допустим, вы стали грязные все в кровище. Блин, ну, было бы неплохо. Давайте, наверное, тут тогда и отстроимся. Единственное, что, я не знаю, сможем ли мы отстроиться на дереве. Давайте посмотрим. Давайте сейчас мы эту тему проверим. Так, подожди, подожди, а где тут? Подожди, на... И у меня инвентарь, правильно? Здесь я, получается, все крафчу. А на Б... А, ну вот же ж книга. Все правильно. Я думал, это какой-то... Ну, что за фигня? Какой-то справочник или что это такое? Так, а где здесь у меня дома на дереве? Тут так все красиво стало. Все так поменялось, ребят. Раньше все выглядело абсолютно по-другому. Раньше вот эти все картиночки выглядели ужасно так. Некрасиво. Это что такое? Прорезатель какой-то. Что это такое? Вот. Дом на дереве. Вот я строил вот этот домик. Нужные предметы. Альпийский шалаш. Интересный такой красивый, да? Альпийский шалаш. Но я лучше построю тогда дом на дереве. Вопрос. Вот, я могу построить его здесь. На вот этом, получается, дереве, да? А на другом каком-нибудь могу? Или только на этом? Наверное, только на этом дереве я могу его воткнуть. Наверное, только здесь. Ну да, в принципе, только здесь. Ну давайте его тогда здесь и запилим. Так, а, ну я его уже здесь установил, получается. Надо 30... Блин, а надо 35 бревен, ребят. Слушайте, это довольно много. Не, ну его нафиг. 35 бревен. Я задолбаюсь его здесь таскать. Давайте обычный какой-нибудь сделаем домик. Понимаю, что хочется, но давайте в следующий раз. Вот, давайте сделаем пока небольшую хижину. Вот куда-нибудь я ее поставлю здесь. Могу ли я, интересно, ее воткнуть вот тут вот? Нет, да? Здесь она никак не ставится. Но могу где-нибудь вот здесь, в принципе, ее поставить. Вот, то есть, как-то... Вот, то есть, как... Блин, надо... Надо какое-нибудь более-менее ровное место такое. Ну вот здесь. Вот здесь вот, допустим, будет отлично. Вот так вот, если мы запилим его сюда. Вот. Э, ставься! Ты че, блин? А? Все, теперь давайте нарубим деревья. Вот здесь вот есть деревья. Сделаем хижину, сделаем костерецкий. Местерецкий, это надо все успеть сделать за сегодняшний день. Так. А, я бью вот по тому, получается, дереву. Я думаю, что за фигня? Что за фигня творится какая-то немыслимая? Теперь вот это. Теперь вот это. Эть, 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 эть. Там сколько надо было? Тринадцать бревен, да? Так, скидываем сюда. Где еще? Вон, 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 вон. Раз, два. С одного дерева, по-моему, падает 4-5, да? Бревен. О, птица! Ать! Блин, мимо промахнулся. Ладно, ничего страшного. Берем палку. Палка не берется, хорошо. Берем бревно. Берем бревно. Здесь тоже где-то бревно. Вот бревно. Берем, 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 берем. Так, персонаж устал, да? Мне бы в идеале, конечно, водички попить. Давайте, наверное, испьем водички у меня. Газировочка. И, ну, кушать я, наверное, не буду пока. Кушать пока не буду. Так, а куда упало это бревно? Подожди. А, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Вот, елки-палки, да? Остальные, походу, упали вниз. Блин. А, нет, вот одно валяется еще. Отлично. Тинь-тинь. Так, сколько здесь осталось? Блин, еще много. Опа. Истерящуюца. Мимо, хорошо. Так, мне, кстати, нужны еще листья, поэтому вот эти вот кустики их тоже надо выкорчевывать. Так, а на каком дереве? На вот этом или на... На вот этом, по-моему, да? Я мог построить домик, чтобы его оставить. И потом, если, допустим, я снова захочу построить домик, чтобы он у меня... Чтобы у меня вот это дерево осталось. Вы меня, короче, поняли, да? Какую-то фигню, по-моему, сейчас сморозил какую-то несуразицу просто. Давай, добывайся, добывайся, добывайся. Мы будем, друзья, играть в Forest более-менее по-правильному. То есть я буду именно крафтить что-то, что-то изучать, ходить, то есть всякое такое. Это будет не такой, знаете, фастплей, да? Это будет спокойная такая игрушка с изучением мира, с изучением контента и всего-всего такого. Опа, подожди, а как это? То есть я из воды не могу, что ли, взять, получается, бревно? Так, еще два надо. Ну, давайте вот это тогда мы дерево тоже сломаем. Вот. Фармить что-то, то есть какие-то ресурсы, я думаю, что так же буду, как и в Сабнаутике. То есть все это будет у меня вне записи, чтобы вам было более интересней. Вот. А на записи уже будут всякие интересные моменты, то есть всякая стройка, всякое изучение новых, ну, короче, нового чего-то, да, там, нового оружия или еще чего-нибудь, тип того. Так, все, здесь мы построились. Теперь у меня есть своя маленькая кибитка. Теперь нужно сделать костерецкий. Костерецкий нужно сделать облизательном порядке просто. Без него никак. Так, без него вообще никак. Кострище или костер? Так, тут надо пять бревен. Здесь нужны камни. Кострище или кострище? Давайте кострище. Кострище такое вот у нас каменное. Я не знаю, где его поставить. Где-нибудь вот здесь, наверное, так. Воткну его сбоку, чтобы оно было. Вот, нужны будут сейчас камни. Два камня, да-да-да. А, еще и листья нужны. Тю, блин. Ладно, раз камень, два камень. Ну, листья, в принципе, это вообще, по-моему, не проблема. Они здесь везде. То есть просто так вот бегай, махай топором во все стороны. И листья обязательно добудешь. Вот тут вот они, вот здесь вот они. А что там было на Е? Я что-то мог взять? Ну, не знаю. Листок собран. Так, вот это все тоже собираем. Вот это вот куча листьев. Здесь, кстати, где-то рядом, я помню, где-то за холмом, по-моему, вот в той стороне находится лагерь этих аборигенов. Я не понял, а где палки? Палок вообще нету. Где палки? Где всякие веточки маленькие, вот это вот все? Из которых мне нужно добывать палки. Их здесь нет вообще. Ни одной. Это типа так задумано или что это такое за непонятная какая-то фигня? Листья, листья, листья. А где палки? Камень. Я помню, что палки должны быть на таких маленьких, как бы такие маленькие веточки, да? Как типа полудеревья, полукустики такие. Но их здесь нет. Ни одной. Буквально ни одной. Наверное, просто место какое-то выбрал, мне кажется, не столь удачное. Не, ну просто как бы рили нету вообще абсолютно ни одной палочки, ни одной веточки. Ничего. Ага, вон вижу. Ну давайте к ним уже сходим тогда, почему бы и нет, собственно говоря. Вот они здесь обитают. Вот это все ломается, забирается черепа, забираются палки здесь у них. Вот это вот все ломается, это у нас не ломается. Ладно, пофиг, палки забираются, черепа забираются. Все это будем ставить у себя на базе для того, чтобы этих монстров, этих аборигенов отпугивать. А, ну это получается лагерь маленький. Это маленький лагерь. Здесь можно веревки, кстати, взять. Дождь пошел, дождь пошел. Надо будет еще выйти потом на берег. Мне нужна черепаха для того, чтобы взять у нее панцирь и собирать. Собирать получается дождь. Капли дождя собирать. Да, странно, почему палок нету. Так, вот здесь вот есть листья. Листья надо добывать, их потом кидаешь в костерецкий. Все это дело добываем. Персонаж до сих пор очень быстро устает. Мне это не нравилось всегда. Очень быстро устает персонаж. Так, все это дело собираем и идем к нашему домику. К нашему домику. Открыто новое растение. Замечательно. Так, закидываем. Ну, поджигать... Ну, блин, надо поджигать как бы ночью, да, наверное. Поэтому пока что мы этим делом заниматься не будем. Давайте лучше скрафтим копьецо. Копьецо для наглеца. Ой, стоп, стоп, стоп. Две палки вот так, да, что-то еще... А, все, да, только две палки, да. Вот. Дальше нам нужны кости. А, у меня только черепа. У меня костей нет. У меня есть сырая нога. Но она мне не подойдет. Батарейки есть. Так, так, так. Ладно, может быть я смогу поохотиться копьем вот этим вот. Так, вот оно, копьецо. Давайте поохотимся. Мне нужно добыть игуану. Мне нужна шкура игуаны для того, чтобы сделать из нее броню. Вон там какая-то фигня. Явная. Что происходит с этими ящиками? Почему они все с неба падают? Тут что-то светится. Нет. Я думаю, что если бы сейчас была бы ночь, я бы здесь бы шлялся. Я бы немножко бы очканул. Палка. Еще палка. Ага, все. Мест для палок больше нету. Не было палок, теперь нету мест для палок. Да, и кстати, как-то... На самом деле, как-то странно. Нету ни живности здесь никакой. Я не вижу ни оленей, ни зайцев, ни ящериц, вообще никого. И нету палок. Такое чувство, как будто... Вот эта зона, в которой я сейчас, да, она как будто меня троллит. Так, ладно, идем сюда, возвращаемся. Так, костерецкий разжигать не буду, но я поставлю... Подожди, а что надо для... Я не знаю, тут остались эти чучела, типа... Подожди, лампа из черепа. Но это, по-моему, не то. Тотемы. Для того, чтобы отпугивать. Или... Что-то я не вижу, слушайте. Манекен для брони. Это не то. А где тотемы-то? Огонь на подставке. Зачем мне огонь на подставке? Хоть ничего, укрытие, убежище, спать и сохраняться. Перед тем, как идти на лес, нужно построить убежище. Так, ягоды, основы выживания, огонь, разъедить тепло, свет отпугивает врагов. Но помните, ночью огонь может прилечь незваных гостей. А, так лучше, получается, ночью огонь вообще не разжигать, да? Ночью лучше просто спать тогда, лечь. И все. Ну, ладно, я так понимаю, что тогда лампу из черепа нужно строить. Наверное, она заменяет нам. Ну, хотя фиг его. Ну, давайте поставим, ладно. Друзья, напишите, пожалуйста, а что это такое? Дерево с капелькой. Мокрые палки, что ли, какие-то, или что? Не пойму. А что за мокрые палки какие-то? Пять штук надо. Что за мокрые палки, блин? Так у меня две, две были еще, да? Ну, не знаю. Что-то никаких мокрых палок, как бы, близко даже нету. А, ну, давайте попробуем разобрать и посмотреть тогда, что это за мокрые палки. Так, нету никаких мокрых палок. Тут вот обычные палки и череп. Все. Так, ладно, давайте разведем огонь. Листья подкинем. Вот. Так. Нога, мясо. Вот, мясо. Скидываем, сейчас пожарим. Птица! Птичка! О, как это мило. Ай, блин! Тушись! Тушись, 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 тушись. О, жесть, птица. Ты меня обманула. Так. Ну, что там, мясо жарится, не? Так, ну, уже вроде бы можно есть. Съедаем одно. А я только одно сюда кинул? Нет, я сюда кинул два. Можно съесть еще одно. Еще одно тоже съедаем вот таким вот образом. Тушим костер. А как его потушить, кстати? Наверное, никак. Но он, по идее, должен потухнуть сам по себе. Ладно, тогда заходим. Я говорю, заходим. Ага, все. Заходим тогда. Сохранимся, давайте. Сохраняемся. Сохраняемся вот здесь. На первый сейф. Вот. И давайте поспим. Так, а как поспать? А, я типа еще пока спать не могу. То есть мне нужно дождаться, да, пока вот это вот... Пока этот кружочек дойдет до конца. Вам холодно и мокро. Разведите огонь, чтобы просохнуть. Ну, я развел огонь. А как понять, что я просох? Надеюсь, никто на меня атаковать сейчас не будет. Я еще пока спать лечь не могу. Вам холодно, говорит. И мокро. Разведите огонь, чтобы просушиться. Ну, еще пока не глубокая ночь. Поэтому я пока что еще не могу лечь спать. Очково. Очково, что сейчас на меня будут нападать вот с той стороны. Прямо как чувствую. А дождь еще идет, да? Ну да, дождь еще идет. Вам холодно и мокро. Да ты прикалываешься. О, все. Могу спать. Тихо, тихо, тихо. Все. Фух. Уснули. Все, проснулись. Уснули, проснулись. Все хорошо. Все отлично. Давайте дожарим то, что мне там нужно дожарить. Мясо, ногу. Блин, ногу надо жарить до кости. На самом-то деле. Вот. Я не знаю, как я смогу отсюда вытащить обычное мясо, чтобы захавать и не захавать эту ногу. Случайно. Сейчас будем, кстати, выдвигаться, ребят, с вами идти на поиски корабля. Так, ну это, наверное, нога. Это, наверное, нога. Подождать. Короче, ладно. Они до сих пор это не проработали, разработчики. То есть, если вот так вот примерно что-то скидываете в костер, то придется вам эту ногу съесть. Вот, как бы, такие дела. А, мне повезло. Я съел не ногу. Отлично. Так, хорошо. Жмякаем на Бшечку. Нет, подожди, не на Бшечку. На И. Берем водичку, попьем. И скушаем одну шоколадку. Все. Теперь надо выдвигаться нам в сторону корабля. По-моему, он где-то в той стороне. По-моему, опять же. Ай, стой, подожди. Или в той стороне. От самолета. Блин, я не помню, если честно, в какой он стороне. Ладно, давайте двигаться. А карты у меня ж нету. А карты нету, да? Это меня, получается, должны аборигены хотя бы... Опа. А я думал, я тут собрал уже все эти... Все эти лутбоксы. Ну ладно, я тогда позже за ними вернусь. Так. Ну мне куда-то... Блин, я не помню куда. Ладно, ребят, давайте двигаться, короче, вот в ту сторону от самолета. Это мы, получается, выйдем, по-моему, на... Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б... На ящике. На ящике. Там, где полно-полно техники внутри. Вот если мы будем в ту сторону с вами бежать. Вот. А там, в принципе, если мы пройдемся по берегу, то рано или поздно мы с вами дойдем до... Дойдем до корабля. Так. Ну это, получается, та же деревня, вот в которой я был, да? Получается, что да. Но тут ничего интересного нету. Я помню, что в какой-то деревне еще можно найти топор. Вот. Также по поводу карты. Нужно, чтобы аборигены вас впоймали и притащили к себе в пещеру. Либо можно найти пещеру самому. Ну, то есть просто, если они, допустим, на вас нападут, нужно просто сдаться. Грубо говоря, да? Они вас там побьют. Вот. И покажут небольшой мультик, как вас типа тащат в пещеры. И потом вам из этой пещеры придется сбежать. Но вы сможете утащить с собой карту. Что-то нету никакой живности. Никаких... Никаких ящериц, белочек, зайчиков. Всего такого. Вот что-то наподобие какой-то пещеры. Но я туда, естественно, не пойду. Ну его нафиг. Опа. Еще один лагерь. Слушайте, я, по-моему, вообще куда-то иду не туда, да? Тут какое-то озеро. Это не то. Мне нужен берег. Мне надо выйти на берег. Это не то тоже место. Может быть здесь, кстати, будет топор? Да на самом-то деле нет. По-моему, топор даже не здесь. Тут какой-то валяется человек. Мертвый. Они здесь все, в принципе, валяются. Мертвые. Опа. Ящерка. Эть, зараза. Как же тебя поймать-то? Тихо. Тихо. Вот зараза такая. Охренеть. Вот это ящерица, блин. Фиг ее поймаешь. Ладно. Ну тогда двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Идем отсюда. Здесь явно ничего не будет. Поэтому просто выходим и идем дальше. Как-то странно. Такое чувство, как будто даже просто поменяли остров. Я помню, что если выходишь с самолета, идешь, получается, налево, то ты выходишь на пляж. Там пляж такой пустой. Там, получается, на пляжу нет ничего. Да, там только единственное, что рядом можно найти контейнеры. Вот так вот. Это какие-то пассажиры, видимо, да? Это бывшие пассажиры. Офигеть. Вот еще один тоже. Часы. У него в горле планшет, а во рту телефон. Господи, кто делал эту игру? Так, слышу, 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 слышу. Аборгиниусы где-то здесь. Блин, мне надо просто выйти на берег. Просто выйти на берег. И все. Найти корабль. Залутать его. Блин, я вышел к этой дырке. Это не то. Это не то место. Мне надо не сюда. Ладно. Так, ну, хорошо. Гора у нас там, да? Значит, нам надо идти в противоположную сторону для того, чтобы выйти к берегу. Это логично. Это у нас логично. Я уже пришел обратно к своей базе. Ёлки-палки. Ну, как так-то? Вот сколько мне так еще бегать? Странно. Это вот, наверное, в первый раз, действительно, за вот все разы, которые я пробовал играть в The Forest, ищу, наверное, сейчас пляж в первый раз так долго. Обычно он находится, ну, вот просто сразу. То есть, вот, ты просто вышел, да, в любую сторону, куда ты не пойдешь, там будет пляж. Сейчас его вообще нету. Он как будто исчез. Нет, я, на самом деле, все прекрасно понимаю, что я, видимо, просто иду не в ту сторону, там, как бы, всякое такое, да, но... Раньше это все было как-то интуитивно. То есть, ты просто пошел в какую-то сторону, да, и в итоге вышел на пляж. А сейчас, оказывается, не так. Сейчас надо... Какие-то звуки, блин, странные. Прям очень, очень, очень странные звуки. Так, хорошо. Я думаю, что, ребят, у нас первый выпуск с вами сегодняшний будет, ну, где-то минут 35, может, будет длиться. Следующий я постараюсь сделать подольше. Так. Комода. Ать, зараза такая! Так, 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 ящерка, маленькая моя, иди сюда. Блин, мимо, почти. Почти ведь попал, да? Так. Вот туда нам нужно, да, получается. Опа! Кролик. Кволики. Маленькие кволики. Вообще, как-то странно, я не пойму, нету ни аборигенов, ни пляжа моего, ни лодки, ничего нету. Где это все? Четыре листья, четыре листья, четыре листья. Опа, опа. Опа, опа. Опа. Это опять, что ли, та же? Нет, это уже другая деревня. Это уже деревня, ну, там еще какой-то домик тоже вдалеке стоит. Это уже какая-то большая деревня. А, погодь, ну, вот здесь, по-моему, должен быть топор где-то. Слушайте, по-моему, здесь. Это вот, блин, я точно не помню, но это, по-моему, как раз-таки есть та деревня, где есть пещера, в которой можно найти карту. По-моему, вот здесь, да? А ну-ка, давайте попробуем туда спуститься. В любом случае, вряд ли там кто-то сразу будет меня ждать. Какой-нибудь злодей. Прям на входе вряд ли будет меня ждать, поэтому можно попробовать спуститься. Да, по-моему, здесь должна быть карта. Тут где-то должен валяться мужик. Вот он, вот он, вот он. Вот карта, все отлично. Теперь я хотя бы буду более-менее ориентироваться. Все, здесь больше, по сути, ничего нет, поэтому можно отсюда валить. Тут дико страшно, прям ужасно. Так, а где, подожди, а где? Вот, 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 вот веревка. Ползем вверх. Так, ну все, зашибись. Теперь у нас есть карта, ребят. Теперь у нас есть карта. Это значит, что теперь все будет гораздо проще. Так, о боже, что с тобой сделали, чувак? Что с тобой сделали? Так, давайте двигаться. Давайте посмотрим вот это вот дерево. Подожди, может быть, это возле костра? Я просто точно помню, что, по-моему, по-моему, все-таки вот в этой деревне где-то должен быть топор. Он или в дереве где-то встроен. Не, ну тут вроде бы нету. Или, или он в дереве где-то был, или вот типа на вот такой вот подставке. Так, ну ладно, мы сюда вернемся попозже. У меня же на карте теперь это место отмечено. Ну, может быть, нет, но я, по крайней мере, знаю, что оно здесь. Так, мне тогда вот в ту сторону нужно просто, по сути, идти прямо-прямо-прямо, и я смогу выйти, куда мне нужно. Опять это ящерица. Опять этого ничего, ящерица маленькая. Здесь тоже много всякой электроники. Все, двигаемся, ребят, двигаемся. Ёлки-палки, что это было такое? Почему все стало синим? Так, на самом деле я там вижу только лес. То есть, я там вообще не вижу никакого, ничего подобного, типа, типа пляжа какого-то, знаете ли. Никакого пляжа там, по-моему, и близко нету. Ну, не знаю, ну фиг его знает как бы. Давайте двигаться пока вперед. Давайте двигаться вперед. Вот туда надо, вот туда. Вот туда и стараться не сворачивать. Я в любом случае, рано или поздно, наткнусь на пляж. Подожди, а вон там, по-моему, уже какой-то у нас обрыв. Да, вон там какой-то обрыв явно есть. Так, ну это у нас обрыв, это не пляж. Пляж должен быть, значит, где-то дальше. То есть, если я буду бежать вот так вот прямо вдоль обрыва, то я обязательно дойду до лодки. Ладненько, ребят, я думаю, что на сегодня мы тогда выпуск с вами закончим. Если вам понравилось и вы хотите продолжение, обязательно... Вон, кстати, лодка. Обязательно поставьте под этим видосиком лайк. Если же вам что-то не понравилось, обязательно напишите мне об этом в комментарии. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok